Привет всем, друзья! В сегодняшнем видео хочу с вами поговорить о расходах на учебу в Германии. У меня уже есть одно видео на эту тему на канале, но я его записывала еще, когда у меня было около 200 подписчиков, поэтому я думаю, что сейчас есть необходимость в более актуальном видео, тем более, что, конечно же, цены тоже немного изменились с того времени. В общем, поехали! Простите, что у меня хриплый голос, как раз в последнюю неделю длительных студенческих каникул я умудрилась заболеть, надеюсь, что до конца недели вылечусь, потому что все-таки 16 октября уже начинается учеба в университете. Мне удалось найти статистику в среднем о расходах студентов по Германии. Так что сначала я вам расскажу о средних расходах студентов в месяц, а потом, конечно же, расскажу и о том, сколько я трачу, проживая в Мюнхене, одном из самых дорогих городов Германии. Первая категория — это аренда и коммунальные услуги. И, конечно же, у всех студентов, независимо от земли и города, это самая массивная категория, в среднем 323 евро в месяц. На втором месте находится питание — 168 евро в месяц. На проезд среднестатистический немецкий студент тратит также достаточно много — 94 евро в месяц. И это связано с тем, что, конечно же, многие немецкие студенты на выходных или на каникулах предпочитают возвращаться к своей семье, потому что все-таки не все живут в больших университетских городах, и многие пользуются поездами, а они в Германии очень дорогие. Страховка для всех студентов в Германии стоит приблизительно одинаково — около 80 евро в месяц. А вот следующая категория очень интересная — это свободное время. В среднем немецкие студенты тратят на эту категорию 61 евро в месяц. За эти деньги вы сможете сходить один раз на концерт какой-то не очень популярной группы, ну и не на самые лучшие места, 4 раза сходить на какую-то выставку или, возможно, в кино, или же 2 раза сходить в клуб, в котором вам нужно будет заплатить за вход около 10 евро, ну и, конечно же, также за каждый коктейль тоже около 10 евро. На одежду немецкие студенты тратят по нашим меркам колоссально мало — всего лишь 42 евро в месяц. Представьте себе! На коммуникацию уходит 31 евро, при этом в Германии, конечно же, очень популярны разные контракты с возможностью купить телефон, с возможностью иметь безлимитный мобильный интернет, поэтому я вам скажу, что, конечно же, в Германии на коммуникацию уходит достаточно много. Ну и, конечно же, среднестатистический немецкий студент покупает учебники, на учебники он тратит 20 евро в месяц, вот, я еще вам расскажу о том, сколько я трачу на учебники, но в целом мы получаем сумму в месяц, просуммировав все эти расходы, 819 евро. Конечно же, есть студенты, которые тратят и больше, но есть студенты, которые тратят меньше, а сейчас расскажу вам, сколько трачу я, при том, что я живу в Мюнхене, самом дорогом городе Германии. На аренду квартиры, конечно же, у меня уходит больше, я трачу около 400 евро в месяц на аренду, при том, что я снимаю квартиру напополам еще с одним человеком. На питание я трачу также немного больше, около 190 евро в месяц, а вот на проезде я экономлю в месяц, трачу всего лишь 42 евро, и все это благодаря тому, что в Мюнхене есть действительно очень-очень дешевый проездной на все виды общественного транспорта. Страховка у меня стоит столько же, сколько и у всех других студентов, а вот на свободное время я все-таки трачу немного меньше, 30 евро в месяц. На одежду я написала 50 евро в месяц, хотя скажу вам честно, я думаю, что эта категория, конечно же, у меня более массивная, но пускай 50 евро в месяц это обман себя во благо. На коммуникацию трачу около 25 евро, а вот на учебники не трачу практически ничего. Я в эту категорию написала всего лишь 6 евро в месяц, и в большинстве случаев это деньги просто на ксерокопии и распечатки, потому что учебники я беру в библиотеке, также я их могу смотреть онлайн, это очень удобно. За контрольные с предыдущих семестров, поскольку я учусь в Тюме, мне тоже уже не нужно платить, в Тюме более оптимальная система с этой точки зрения, просто интернет-сайт, на котором вы можете смотреть контрольные, это очень удобно, так что на учебниках я очень сильно экономлю. Так что, несмотря на то, что Мюнхен один из самых дорогих городов Германии, я трачу столько же, сколько и любой среднестатистический немецкий студент, 825 евро в месяц. Конечно же, это достаточно большая сумма, и для всех, кто хочет сэкономить во время обучения в университете в Германии, в скором времени на канале выйдет видео, в котором я вам расскажу о том, как подобрать университет так, чтобы сэкономить на проживании буквально в два раза по сравнению с Мюнхеном. В этом видео я назову 4 самых дорогих и 4 самых дешевых города с точки зрения проживания для студента, так что обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить это видео. Также нажимайте палец вверх, если вам понравилось это видео, и обязательно напишите в комментариях о том, как бы вы распоряжались своим бюджетом, если бы вы учились в университете в Германии, или если вы уже живете в Германии, то как вы тратите свои деньги. Также подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка сейчас на экране, я сейчас как-то очень увлеклась этим, мне очень нравится инстаграм своей красочностью и прекрасными фотографиями, так что я сейчас также работаю в этом направлении. Обязательно подписывайтесь, вот, жду ваших лайков, надеюсь, что это видео вам понравилось, несмотря на то, что у меня был ужасно хриплый голос, так что встретимся в новых видео, друзья, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok